Троллейбусное движение в городе Видное было запущено в сентябре 2000-го. И основные машины предприятия примерно того же года выпуска. Постепенно руководство парка по мере возможностей старалось обновлять подвижной состав. В этом году было приобретено два новых троллейбуса. Стараемся заменять старый подвижной состав. Стараемся, чтобы новые троллейбусы были более комфортабельны, чтобы нашим пассажирам было приятно в них ездить. И, конечно, это обновление старого парка. За последние четыре года нами были приобретены шесть троллейбусов взамен старых. Поэтому будем стараться и дальше идти к обновлению подвижного состава. У новых транспортных средств улучшенные ходовые характеристики. Низкий уровень шума, просторный салон с антивандальными сидениями, удобная система открытия дверей и цифровое табло с указанием маршрута. Все это сделает поездку по городу более комфортной для пассажиров. И зеркала, и сидения, и половые покрытия, и комфортабельность вождения водителя – это абсолютно разные вещи. И даже корпус в корне отличается от старых троллейбусов. Водитель Дмитрий Болтак более восьми лет работает в Видновском троллейбусном парке. Одним из первых оценил преимущества новых машин. Комфортно, и пассажирам комфортно, они по-другому смотрят, садятся по-другому. И водителю легче, там система обновленная, немного по-другому уже и в управлении легче, и плавность набора скоростей. Приехал посмотреть на новые троллейбусы и глава Ленинского городского округа. Сначала Алексей Спаски для сравнения побывал в салонах старых машин. Старый троллейбус, его можно назвать очень атмосферным. Это, наверное, те троллейбусы, которые мы, будучи там школьниками, студентами, катались. Вот, может быть, с того его времени ничего не изменилось. Тем более, что директор показал нам самый практически старый троллейбус. Здесь новые, современные. Даже, хоть мы и решили не пробовать антивандальные кресла, которые, говорят, сразу не разрезать. Давайте все-таки оставим это на совести производителя, это утверждение. Во время своего визита глава муниципалитета обсудил с директором троллейбусного парка и несколько производственных вопросов, в том числе благоустройство территории самого предприятия. Предприятие очень стабильно работает, предприятие прибыльное и не вызывает у нас никакой проблематики. Но плюс ко всему, даже не качество, а необходимость обновления подвижного состава, это тоже такая вечная тема, которую нужно ежегодно осуществлять для того, чтобы троллейбусы радовали, были безопасными. Стоит отметить, что этот вид общественного транспорта очень популярен у видновчан. Ежедневно на линию выходят 17 троллейбусов, которые перевозят около 7 тысяч человек по четырем городским маршрутам.